МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Спортивный комплекс территория тенниса открылся в ВИДНОМ. Это один из самых современных объектов. В Георгиевском храме зародилась традиция вручать новые погоны стражам правопорядка в связи с повышением по службе. Для меня это очень важный день сегодня в моей жизни. Как обстоят дела со здоровьем учащихся и какие проблемы приходится решать медсестрам порой прямо во время урока? Класс 35 человек. Ну, ничего, детки все хорошие. Они идут ко мне, спрашивают совета. Благодаря успехам профессиональных команд в нашем муниципалитете активно развивается баскетбол, футбол и мотобол. Теперь одним из профильных видов спорта Ленинского городского округа может стать и большой теннис. Совсем недавно в городе Видно открылся комплекс «Территория тенниса», о котором подробнее расскажет Дмитрий Кника. Новый спортивный комплекс «Территория тенниса», расположенный около стадиона «Металлург», посетили глава Ленинского городского округа Алексей Спасский и президент торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов. Почетным гостям показали новый объект, благодаря которому жители муниципалитета смогут заниматься большим теннисом. Я сам этим увлекаюсь. Мне нравится этот вид спорта. И это то, что сейчас находится в Ленинском районе в дефиците. С учетом того, что мы уже построили, если будем воспитывать новых спортсменов, я надеюсь, этот дефицит мы закрыли. Теннис входит в топ-5 самых популярных видов спорта в мире. Благодаря успехам российских теннисистов появляется все больше желающих взять в руки ракетку. Во время игры активно задействуются все группы мышц. Развивается координация, гибкость и ловкость. Учитывая, что индустрия спорта, спортивных объектов очень развита, приходилось пищать многое, я хочу сказать, что это один из самых современных объектов. И начиная с входной группы, и заканчивая, конечно, качество тех кортов, которые для спортсмена наиболее важный аспект при выборе площадки, где заниматься. Спортивный комплекс распахнул свои двери в последние дни 2021 года. И уже сейчас здесь занимается около 250 человек. Для удобства посетителей – раздевалки, душевые и камеры хранения. Самое главное – пять кортов с уникальным покрытием на площади 4000 квадратных метров. Уже сейчас сформирована тренерская профессиональная команда. Сейчас во время экскурсии, когда мы осматривали, в том числе не доведенное до конца еще помещение, было посмотреть, знаете, реализованный проект с возможностью, скажем так, использования с точки зрения муниципалитета. Вот наши спортсмены давно задают нам вопрос о том, что на металлурге, допустим, есть куски земли, куда можно поставить такой же тент. Может быть, не такой большой, но тем не менее позволит играть в футбол или еще какие-то виды спорта. К осени территория тенниса заработает в полную силу. Здесь появится небольшой фитнес-зал и зона для отдыха. Пиковая нагрузка составит около 3000 человек в месяц. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Святого Георгия Победоносца считают покровителем воинства, символом доблести и заступником земли русской. Поэтому неудивительно, что именно в Георгиевском храме в Видном зародилась традиция вручать новые погоны стражам правопорядка в связи с повышением по службе. Все началось с молебна, который на этот раз провел священник Николай Шапарев. Затем он обратился к полицейским с напостинным словом. Хочется пожелать, конечно, чтобы Господь был рядом с вами и помогал вам в самых таких сложных обстоятельствах, в которых вам приходится находиться. Вы, несмотря на все это, оставались людьми. Служили правде и истине. А если вы верующими, то укреплялись в людей. Новые погоны в связи с присвоением очередных специальных званий вручили четырем сотрудникам Управления МВД России по Ленинскому городскому округу. В вашем подразделении, ГПДД, не так часто звания дают? Ну да, сложно это. Да и самослужба сложная такая. Достаточно. Вот. Мы все на благо общества делаем. Среди тех, кто получил новые погоны в Георгиевском храме потомственный страж порядка, дознаватель Владимир Мазитов. Ему присвоили звание старшего лейтенанта полиции. Это очень большая честь, на самом деле, для меня, так как у меня отец, бывший сотрудник пенсионера. Я думаю, что он будет очень рад за меня, потому что я получил очередное звание старшего лейтенанта полиции. Вот. Соответственно, для меня это очень важный день сегодня в моей жизни. Традиция вручать стражам порядка новые погоны в главном храме Витненского благочиния появилась еще в 2011 году. С тех пор в торжественной обстановке очередные воинские звания получили несколько сотен полицейских. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. ВИДНОЕ ТВ. В школах Ленинского городского округа продолжается третья четверть. Многие ребята уже скоро пойдут на каникулы и немного отдохнут. Но как сейчас обстоят дела со здоровьем учащихся и какие проблемы приходится решать медсестрам порой прямо во время урока, узнала наш корреспондент Галина Житкова. Фамилия? Матюша. Матюша. Показывай мне ручку. Все хорошо. Отлично. Спасибо. Сейчас в Витненском художественно-техническом лицее проходит диаскин-тестирование. Ребятам с 1 по 11 класс проводят пробы для профилактики туберкулеза. Заболевания серьезные и выявления на ранних стадиях избавят от проблем в будущем. Бывает, что ребенок хочет сделать прививку, родители не хотят. Вот тут вот начинаем работать с родителями, рассказывать тем, что ребенок-то хочет себя зачистить от инфекционных заболеваний. И в принципе, по закону он может это сделать. Дети старше 15 лет решают самостоятельно. Несколько секунд хватает опытным медсестрам, чтобы провести тестирование. Ребята без боязни проходят процедуру, потому что четко понимают ее необходимость. Меня родители решили, но так, в принципе, кольнули, кольнули. Не страшно? Нет. Все хорошо? Даже не больно. Нет, я не боялся. Мне сегодня сделали прививку на проверку туберкулеза. Она нужна, как вы думаете? Мне кажется, да, профилактика какая-никакая. Мария Яковлева – медсестра с большим опытом работы. К ней обращаются ученики с различными проблемами. Есть ли болезнь живот или голова? И как справиться с нервным напряжением перед экзаменами? Я сама работаю еще и в детской поликлинике, в самой поликлинике с травматологом-ортопедом. И школу веду. Отличается работа, конечно, отличается. Там приходит ребенок с мамочкой, там с папой, да, как бы один на один. А тут класс 35 человек. Но ничего, детки все хорошие, они идут ко мне, спрашивают совета. Школьные медицинские работники оперативно и грамотно решают все проблемы со здоровьем, возникшие у детей. Но в основном это все-таки работа профилактического характера. Ребята уже знают, что раз в неделю будет интересный разговор на волнующие темы, в том числе и по вакцинации. Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. С отличными результатами вернулись соревнования воспитанники клуба «Орленок». В одной из спортивных школ столицы состоялось первенство Южного округа Москвы с отбором на первенство Москвы до 15 лет. Молодец! Видное представили шесть дзюдоистов. Две девочки и четыре мальчика 2008-2009 годов рождения. По результатам поединков «Орлята» увезли три первых места. Их заняли Виктория Аншина, Полина Артамонова и Иван Шестаков. Также в их копилке одно второе место у Мурада Алджанова. Пятое и шестое места. Четверо видновских спортсменов отобрались на первенство Москвы. Поздравляем ребята и их тренера Гаджимурада Гаджимурадова. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова